физкульт привет друзья и ученики сегодня коротенькое видео видео пояснение к моему предыдущему видео ролику о молочке о кефире и о твороге о молоке у многих почему-то сложилось впечатление что я против молочных продуктов это не так я говорил о том что молочку не стоит употреблять вечернее время особенно как последний прием пищи и особенно на ночь почему почему люди не понимают почему нельзя принимать молочку вечером все очень просто многие из вас знают о гликемическом индексе продуктов что это такое это показатель насколько повышается сахар крови после приема продуктов пищу но большинство из вас не слышали даже о инсулиновом индексе а что это такое а это показатель уровня выброса инсулина после приема тех же продуктов и как показывает практика в большинстве случаев к сожалению гликемический индекс не совпадает с инсулиновым индексом продуктов на первый взгляд может показаться что это одно и то же но это ребята не так инсулин это мощный мощнейший анаболический гормон который питает питательными веществами направляет питательные вещества клетки нашего организма конкретно в мышечные и жировые и от того как мы питаемся какую пищу мы принимаем как тренируемся зависит то куда направляет инсулин свои питательные вещества в мышечные клетки или в жировые естественно все мы с вами хотим чтобы разрушены были все пути и дороги по которым питательные вещества идут в жировые клетки вот именно по этой причине и нельзя есть молочку вечером тем более перед сном смотрите гликемический индекс молочных продуктов молока кефира йогурта даже действительно низкий но инсулиновый индекс настолько высокий что равен белому хлебу намазанному медом да когда вы кушаете молочку инсулина в кровь выбрасывается очень много и это действительно может быть полезно сразу после тренинга о чем у меня есть и видео и статьи кстати у меня есть большая статья по инсулину которая так и называется инсулин гликемический индекс и инсулиновый индекс настоятельно рекомендую вам найти ее на моем сайте hng и изучить ее вам придется прочитать ее не раз чтобы все у вас стало по полочкам я тоже до недавнего времени считал что кефир творог можно есть на ночь на ночь есть вообще нельзя лучше не есть за полтора-два часа до сна и последний прием пищи должен быть белковым но не молочным теперь многие из вас надеюсь поняли почему я выпущу видео об этом но повторюсь настоятельно рекомендую вам изучить эту статью я не против молочки молочку нужно есть но ребята нужно знать понимать когда и для чего и не забывайте что инсулиновый индекс то есть уровень когда инсулин после приема пищи повышается в нашем организме не всегда совпадает гликемическим индексом потому что когда вы съели примеру банан то выделилась глюкоза сахар крови но когда вы едите молочку гликемический индекс действительно низкий но инсулин может выделиться и выделяется в данном случае как раз таки не сразу а слегка погодя и вот это вводит многих в заблуждение но благодаря современным изысканиям спортивной медицины благодаря макдональду который пишет очень много интересных статей касательно инсулина его влияние на наш организм изучая это все становится более понятным действительно творог идеально будет подходить как раз таки как многие уже догадались после тренировочный прием пищи также его можно и нужно есть примеру с медленными углеводами с утра но ни в коем случае не употреблять его в вечернее время всем пока берегите себя пусть питательные вещества наполняют только ваши мышечные клетки а жировые спят увидимся в тренажерном зале а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА